Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам вещаю вот с такого необычного места, с моего балкона. Солнце уже ушло, наступает вечер, погода у нас целый день была прекрасная, сейчас немножечко прохладненько. Вот решила вам рассказать, что же происходило со мной после того дня, когда нас поймали полицейские на берегу. Значит, в тот же день вечером поздно в 10 часов вечера раздался звонок в дверь. Я живу одна, как вы знаете. Как-то мне это было подозрительно, но тем не менее к двери я все-таки подошла, потому что по идее по закону в это время я должна быть дома. Открываю дверь, стоят два полицейских, но я их узнала, они были те же полицейские, ну, вернее, двое из четверых, которые нас и поймали там на берегу. Они мне принесли отпечатанную бумагу, в общем, ну, по поводу штрафа. Все это длилось буквально там несколько секунд, они меня попросили расписаться в своем, видимо, реестре, что я получила эту бумагу, и на этом они отклонились. Все было тихо, спокойно и, так сказать, быстро. Что хочу сказать. Полицейские все-таки здесь довольно-таки гуманные и нормальные люди, относятся по-человечески. Я вот смотрю, а сейчас очень много, естественно, материала, как и все вы, по поводу того, как относятся полицейские в России к людям, как они их заламывают, им руки толкают в эти машины, практически за подобные преступления, в кавычках будем говорить, преступления, как они человека поймали, который выгуливал свою собаку, затолкали его в машину, выкрутив ему руки, оставили собаку без присмотра, которая могла попасть под машину, и вообще неизвестно, что бы с ней могло случиться. В общем, это, конечно, все ужасно. Бабушку на остановке аж шесть полицейских, так сказать, тоже затолкали в машину. Зачем? За что? Все. У вас, вот у вас, если кто-то из них смотрит мой канал, у вас вообще матери есть, жены, дети, семьи. Почему вы так относитесь к людям? Это же отвратительно, это ужасно. Остановитесь. Вспомните, что вы люди. Ладно, это такое вот отступление. Значит, что у нас было потом? Потом в 10 часов вечера нам всем объявили, по группам эта новость разнеслась, по Фейсбуку, о том, что у нас, ну, в общем, сказали, что будет такой, как же он называется, комендантский час, который продлится 48 часов. Объявили это тоже где-то в 10 часов вечера. И сказали, что до 12 ночи можно еще куда-то там побежать по магазинам, что-то там докупить, закупить. Мне, естественно, ничего не было надо, но я живу одна, мне много вообще не надо. Но я представляю, насколько это было достаточно стрессово для людей, у которых есть семьи, у которых есть дети. И я знаю, я не слышала ничего такого, чтобы у нас в Махмудларе какие-то такие, ну, были случаи драка или чего-то такого. Но по Турции, вот в Стамбуле, да, действительно были подобного рода беспорядки. Вообще, конечно, это все было сделано совсем неправильно, но, тем не менее, оно было сделано. И люди просидели два дня дома, не имея, так сказать, достаточного предупреждения, что их вот так вот оставят. Сейчас нам сказали, что так нас будут усаживать дома на выходные, вот, наверное, может быть, в течение нескольких недель. Но, во всяком случае, следующие выходные, нашу вот Пасху, объявили вот такой, то есть комендантский час. Выходить из дома нельзя вообще. Вот, вчера был понедельник, то есть после двух дней от ситки мы могли выйти из дома. У меня есть соседи, это Борис и Женя, они из Геленджика, они молодые люди, им 30 плюс, и они очень хорошие соседи. Это соседи, которые мне прям посланы Богом, потому что они очень трогательно обо мне заботятся. Это очень приятно. Они мне написали, что они поедут по магазину, а у них здесь машина есть, но они ее арендуют. Вот, и что они могут меня взять с собой и могут меня отвезти в офис, где я могла бы заплатить штраф, чтобы, так сказать, получить вот эту 25-процентную скидку. Потом заехать на рынок, заехать в метро за продуктами и так далее. В общем, мы отправились с ними в 12 часов и посетили вот эти все места. Приехали в офис, этот Верги офис, где можно было заплатить штраф, но этот офис был закрыт. Заплатить я его не смогла. На двери висели их банковские детали. То есть, я так понимаю, что можно будет оплатить либо банки, либо как-то там онлайн. Не знаю, еще не разбиралась с этим. Потом мы заехали на... Да, хотели заехать в метро. Там было очень много народу. Мы даже не заходили вовнутрь, но, судя по паркингу, было очень-очень много машин, и мы решили пока туда не заезжать. Поехали вместо этого на рынок, закупились на рынке. Еще там в один магазин заехали. И приехали домой с покупками. И уже потом попозже, где-то мы выехали, наверное, в 6.30, мы поехали в метро, чтобы было как бы посвободнее. Но там все равно было достаточно много народу. В общем, мы закупили всем, чем нужно и не нужно. Приехали домой с большой поклажей. Вот я купила себе стул, который у меня теперь будет стоять вот здесь на балконе. Вот. Потому что не хочется мне таскать те стулья оттуда изнутри. А вот этот тот один как раз очень хорошо. Мне здесь сидеть и созерцать море, рассветы, закаты. Луну и звезды и все прочее. Вот. Из такого, так сказать, места заключения. Что еще? Сегодня встречалась с Надеждой. Сегодня был наш вторничный рынок. Я сделала кое-какие фотографии с рынка, цены и так далее. Сегодня, кстати, рынок наш, Махмутларский, был достаточно большой. Достаточно. Он был больше, чем вот в прошлые недели. И народу было как-то так значительно больше. Мы с ней покатались, посмотрели. В общем, все. Фотографии я там кое-какие вам поставил. Я небольшая любительница. Вот все время хотят снимать вот эти шоппинки, эти рынки, эти цены. Это все это, как всегда, не очень даже и... Ну, мне лично интересно. Так, что еще я хотела вам сказать? Ну, вот, по поводу информации. Сейчас много свободного времени. И я это время посвящаю тому, что я просматриваю очень много видеоканалов. И читаю просто на гугле информацию. Делаю это на русском языке, делаю это на английском языке. По поводу того, что же все-таки на самом деле творится. Ой, и однозначного ответа нет. Правду очень трудно раскопать. Для этого, наверное, нужно идти к источникам, к документам. Но как их простому обыкновенному человеку взять, я даже не знаю. Но вообще, конечно, душа у меня не на месте по поводу вот этого всего положения с этим вирусом. И с тем, что будет после него. Все это как-то смотрится очень печально. Несмотря на то, что вы знаете, что я человек, в общем-то, довольно оптимистичный. И всегда стараюсь тоже вас поддерживать в том же духе. Ну вот, напишите мне, что вы думаете по этому поводу. Может быть, у вас есть какие-то ресурсы, которые можно где-то почитать, посмотреть. Мне было бы очень интересно. Я все-таки хочу знать, что же с нами будет дальше. Вот давайте, напишите мне свои версии. Что еще хочу отметить. После того, как я удалила с канала несколько товарищей, я смотрю на мое последнее видео, практически нет ни одного пальца вниз. Представляете себе? Вот как быстро, оказывается, можно навести порядок. Так вот, может быть, нам тоже нужно так же делать. Нам, всем, всем нормальным людям, которые на эту землю пришли с Божьей искрой. Нам просто нужно удалить всех тех, которые без нее. Вопрос, как нам объединиться и как это делать. Ладно, друзья мои, вот такое сегодня серьезное у нас видео получилось. Жду ваших комментариев. Я по-прежнему желаю вам всем здоровья, благополучия. И с большой надеждой желаю нам всем, чтобы это все побыстрее кончилось. И чтобы плохие сценарии остались только сценариями. А жизнь продолжала быть хорошей, светлой и радостной для нас всех. Целую вас. Пока. Мы приехали на рынок в район Оба. Сегодня понедельник. Я ни разу не была на этом рынке. Мы всегда ходим в Махмутларе. Либо на субботничный, либо на вторничный. Но вот сегодня попали мы сюда в Оба. Сейчас посмотрим, какие здесь цены. Да такие же, собственно, как и у нас. Особого ничего такого различия я не вижу. Субтитры делал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...